Дмитрий Анатольевич Кулукова. Название доклада «Пространственно-неоднородные решения». Рассматривается следующее функциональное дифференциальное равнение BD1. Здесь вот вы представлены на слайде. Значит, вот параметры HB1, HB2. Он лежит R. Значит, функция H от X описывает форму информированной поверхности под воздействием потока ионов. Физическую постановку мы сейчас увидим в данной задаче на слайде чуть ниже. Но отметим, что данное уравнение носит название «невокальное уравнение эрозии». По литературе мы еще раз тоже это в конце посмотрим, как и что. Значит, видите, есть функция H с титой. Значит, она объединена слышим образом. Есть пространственный сдвиг по перемене H. Х плюс H. Ну и здесь мы будем рассматривать, что вот это пространственное отклонение, оно мало. В данной работе уравнение 1 будем рассматривать вместе с первыми условиями 2. Пожалуйста, следующий. Ну, стандартный вариант вот такой вот, скорость, комитетрия, следующий 1, 2, 3. Ну, напомню это просто повторяясь, что задача отличается 1 и 2. Значит, именно вот тебе по физическую постановку задачи и дальше нам будет все, если не как и что. Вот стрелочками, есть у нас подружка, на стрелочку падает, стрелочками указан поток ионов на нашу поверхность. Мы ее обрабатываем и H, вот это отклонение, это сколько прошло вылет расстояния от этого потока ионов после бомбардировки. То есть они бомбардировали и через некоторое расстояние H оно вышло. Что интересует в первую очередь нас? Ну, нас будет интересовать, какая форма поверхности будет образовываться после нашей обработки кучком ионов поверхности. Существует множество видов рельефа, образующихся после данной бомбардировки. Конечно, хочется отметить, что в первую очередь будет интересно обрабатываемая поверхность, имеющая волнообразный рельеф. Это, с точки зрения физических экспериментов и опытов, это более наглядно. Но существуют здесь и другие типы рельефа, которые мы опишем ниже. Это, например, в частности, здесь получаются террасы, ну и, возможно, здесь и другие, но здесь террасы волнообразные рельефы. Вот про постановку задачи. Ну, давайте дальше. Анализировать данную задачу и, что будет происходить, какой вид рельефа. Значит, мы положим V на H от X, вот это критиканцирован 1D1. Это вот технические, некоторая методика, техническая работа. Значит, в результате многопеременных для функции V мы получим задачу 4,5, вот, которая представлена ниже. Значит, важную роль данной задачи 4,5 будет иметь параметр в ЦНД, который пропорционален интенсивности энергии, обрабатываемой потоку ионов. Отметим, что данная задача 4,5 можно представить в виде ряда фруе, который будет выписан в самой последней строчке. Ну и, очевидно, отметим, что есть решение у 0, t равна альфа для G, 3, а. То есть, вот, наше станированное действие. Давайте ниже. Значит, с помощью вспомогательных замен, опять же, пропуская некоторые выкрутки технические, которые, значит, мы можем получить, ну, очевидно, что если у нас пропускает константу, то у нас есть решение между любого среднего. И мы можем изучать задачу 6,8. Здесь также, вот, видите, приведены R, C от альфа, B, всякие коэффициенты, которые здесь пересчитаны. Вот, и, итак, в задаче 6,8 мы уже рассматриваем следующее 3,5-е равновесие, то бишь, нулевое, и будем изучать, какие формулы рельефа мы будем получать. Значит, по слову, давайте чуть-чуть, ага, вспомогательная проевая задача. Значит, отметим, что при потере устойчивости нашего триверного состояния равновесия, а именно 1 битрый рельеф, это волновой, будет изучен с помощью вот данного методики, мы увидим следующее. Когда она будет терять устойчивость, с помощью абиффракционной теоремы Антонова-Хопфа с задачей инфлюкации, мы построим нормальную форму и увидим, что родится следующий рельеф, который называем вторую сполнообразную. Вот, начнем сначала изучать линейную часть. Ну, рассмотрим, изучается линейный деференциальный оператор, а изучается его спектр, ну, ниже вот, уютные здесь вот, это инфекция, да, вот, основная. И действительно, я сейчас будем выбирать критические значения, относительно которого наша... Давайте дальше. Вот, показываем. Значит, изучаем вопрос устойчивости нервного решения. Я вот напоминаю, устойчивость упоминается в смысле определения любого нового. Напомню, что нервное равенство 2.1 гарантирует ее асимпатическую устойчивость стандартным образом. Значит, существует такое 0, когда больше 0, неустойчиво, не равен 2.2. Ну, и критический случай, если вот существует такое значение k, которое равное 0, это критическое, и в вопросе данного критического состояния мы будем изучать вопрос о инфекциях рождения какого-либо нового объекта. Давайте чуть ниже. Вот, существует такое D-критическое. Итак, это критическое значение D зависит от CH, от параметра CH. Мы его выделили, что при данном значении, значит, при D больше вот такого значения будет происходить потеря устойчивости. Ну, анализ данного D-критического сводится к изучению нового значения нахождения некой экстремума, некой функции Gn. Вот она, выписана здесь. Давайте чуть ниже. Вот, здесь приведены некие критические выкрутки, которые я чуть дальше проиллюстрировали, если будет хватать времени. Давайте чуть ниже. Вот, значит, возможно, три ситуации нашего потеря устойчивости, нашего тривиального стендерного висса. Ну, и, соответственно, три дефекционные задачи, возможные, которые мы можем решить. Это задача о корразмерности 1 и задача о корразмерности 2. Задача корразмерности 1, это выделена под случаем C1, C2, то бишь, потеря устойчивости не может происходить на M3 моде, либо в C2 на M1 моде, задачи, отметим, что в C1, C2, они аналогично решаются. Ну, задача C3, это несколько иначе, это задача корразмерности 2. Мы тоже поведем какие-то выводы, результаты при анализе данной задачи. Значит, в случае, близкий к критическому корразмерности 1, что я и говорил, в случае C1, напомню, C2 аналогично решается таким же образом. Значит, для анализа вида решения, которое будет получаться, мы будем исследовать окрестность на любого нашего решения. Значит, напомню, что мы будем решать реферационную задачу, строить нормальную форму, чтобы изучить, какой объект на среде родился. Ну, используем, можно сказать, адаптированный метод крилового для любого для построения нашей нормальной формы, ну и дальнейшего анализа. Итак, в чем состоит? Положим d равна, d критическая единица минус дамы, и все, и дамы есть параметр. Рассмотрим следующую кривую задачу при 1-ти рейтинге, при 3. Давайте забираться дальше. Вот. Сразу хочу сказать, что ситуацию общего положения, в общем конечный результат, мы получим нормальную форму 3-4, которую мы будем анализировать. При построении данной нормальной формы, что я уже сказал, не адаптированных проговоров, с формой 3-5, то есть нашу задачу, повторяем начальник, которая была в прошлом слайде, подставим по увидению следующего ряда без степенян депсинга. Значит, в ходе запуска и анализа решения нашей с вами алгоритма построения нормальной формы, которую вы выброшили в высшем слайде, на каждом из шагов для у 2, у 3 получаем некоторые функции, и в ходе разрешимости мы получим нашу нормальную форму. Чуть ниже. Вот для у 2 было представлено, внутри представлена задача. Ага, дальше. Вот у 2, значит, найдено в таком виде коэффициенты, у 3-10 ниже. Хотелось бы отметить, что все 1 и все 2 в начале на третьей строчке выписаны в общем виде, но, значит, когда мы анализировали на экстрен нашу функцию G, который был на третьем слайде, значит, мы увидели, что NH приблизительно равна первому значению, то есть Y1, и вот здесь, на следующей, на первой строчке, да, на первой строчке, подставлено Y1 конкретное значение, то есть, ну, оно численно считается на 4 сроки. 9, 3, да, выписано в таком виде. Давайте чуть ниже. Так, в общем виде выписана величина L1, на телефоновском величина L2. Потом, опять-таки напомню на значение, что наш приблизительно равняется Y1 к первому корню, когда происходит потеря источнических следствий, если вы, понимаете, численно давайте чуть ниже. Вот, значит, хотелось бы отметить, что в причисленном анализе L1 получился вот, видите, на второй строчке, значит, отметим, что если L1 меньше 0, то, если не L1 меньше 0, то, ну, можно подобрать такое значение BNY меньше 0, а что означает для нас, если L1 меньше 0, ну, получается, мягкая локация рождается в усилительных циклах. То есть, здесь, в зависимости от барьерного параметров, такая ситуация, вот, возможно, пожалуйста, мы можем это подобрать. Давайте дальше. для анализа нормальной формы, которую мы с вами получили, мы приходим, делаем некоторую поляную замену, вот, на кого видно, получили, значит, основная роль равнения гаэдзи, реферации для амблитудных элементов. Ну, и как основной результат, ну, сначала формируем, какой результат для анализа нормальной формы 3.12, мы формируем в виде леммы утверждение для что будет состояние равновесия 3.12 направления, а потом перекладываем данный результат для исполнения нашей системы 3.12. Пропустим ниже и сразу к теореме. Значит, ну, вот выписана теорема, значит, здесь отметим, что в случае корразмерности этим рождается. У нас цикл условия устойчивости здесь выписано, его, я не буду тут учитывать, а синтетическая формула его выписана, вот, имеет он в таком виде, можно чуть ближе. Корразмерность 2, повторяя, в случае цилизи 2 я пропустил, там как аналогично. Значит, ну, здесь возможен вариант, D1 от N2 исполняется D2 со звездочкой, то есть происходит, значит, еще раз, как в том случае колебатного слова, но тут нам не 8, получает 2 вылетая пара субсозначения, давайте чуть ниже, Миночка, 4 минуты. Во, я чувствую, что 4, или 3 даже, да? Тогда пропускай, чуть ниже, 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 да, нет, все-таки да, Вот, значит, хотелось бы отметить, значит, следующее, что в случае корразмерности 2 рождается двумерный тор, в случае корразмерности 1 мы более детально рассмотрим там цикл и уголок, ситуация, значит, когда данный цикл устойчив, и соответственно клумерные тори для исконных задач в случае, когда варианты, когда их устойчив не устойчив тоже были проанализированы, давайте чуть ниже. отметим некоторые выводы, которые хотелось бы здесь описать. Итак, для исконных задач, которые мы изучаем на первом слайде, значит, вот есть семейство решений V от Альфа равны вот Альф. Альф. если данное решение Альфа устойчиво, то можно выделить два бита решений. Если оно устойчиво, то для исконных задачи восстанавливая через предназначение вот это, мы можем получить вот такой вид рельефа, вот такое решение в таком бите, и этот вид рельефа называют трессом, и односоплодианомь будет неустойчивым. Если же состояние равновесия в протале теряет устойчивость, то на базе нашей анализа референциальной задачи мы получаем соответственно при анализе референциальной задачи получаем либо циклы или дозы вопрос об этой устойчивости был выписан, хотелось бы отметить, что для исконных задач мы имеем для исконных задач данное решение циклом соответствует решение будет на трехменно многообразии и решения будут неустойчивы, а дором будет соответствовать решение на трехменно многообразии и тоже будут эти решения неустойчивы вот ниже сейчас 2 секунды но вот это ладно пропускаем чуть давайте ниже ну вот задачи модели исследования дальше продолжается есть еще модификация самое главное свадь следующий дальше ну следующий вот отлично спасибо спасибо